здравствуйте друзья тут мы со светланой так я камеру поставлю отчет нас обоих было видно сегодня у нас с утречка сэнксгин праздник такой день благодарения и если вы спросите себя а кто кого благодарит и за что то вы поймете что это чистый мигрантский праздник да вот света я же еще не сказал просто этот я согласен с тобой я просто еще не дошел мало то что это праздник общий мигрантский так это еще наш личный праздник потому что мы приехали в америку прям таки в сэнксгивинг это вот сошли мы с самолета можно сказать уснули а когда проснулись был сэнксгивинг был нью-йорк был сэнксгивинг никого не было на улицах парад по телевизору показывали парад а также вот так мы его видели такого не было и с тех пор вот мы знаем сэнксгивинг это наш праздник я вот пару дней назад рассказывал что у нас 26 годовщина как мы приехали в сша 22 ноября а сегодня уже 24 ну вот да а так каждый год немножко меняется а мы тогда приехали 22 и вот 23 с утра уже был уже был сэнксгивинг я не помню для недели только по четвергам третий четверг ноября ну я честно говоря не никогда этой частью не интересов будем будем считать что так и значит света скажи что-нибудь о том как как мы приехали приехали мы в нью-йорк что мы уезжали до сторонами до нас ночью мы уезжали часа в два ночи что такое да шел снег с дождем была омерзительная погода крупные хлопья такие были до ветер такой снег дождь очень кошла а потом очень долгий перелет а нас конечно мы ничего не просто так летели да вот и масла в этот момент была пустая голодная полки в магазинах 90 год до детский мир был забит досками туда захочет амбар был пустой свет не горел в общем продовольствие магазин то что значит сели в самолет начался коммунизм еще только взлетели еще границу не пересекли носить бутерброд с икрой когор да и еще они левая полоса еще что они делали они носили софт тренингс там пепси колу они носили в металлических баночках нет не двухлитровыми теми дурами а в маленьких баночках они открывали баночку и тебе наливали вот я тогда думал наверное на эти баночки потом сдают по пять центов потому что в нью-йорке их принимали по пять центов а мы тогда еще не знали пока в самолете летели пока в самолете мы не знали мы этого не знали да но в общем такой приятный полет хотя довольно таки продолжительные все были измучены первая фраза которая нас встретила америка она нас встретила женщиной в черном кожаном женщина была чисто комиссарка вот такой сейчас револьвер выходит боятся на черным ремнем кожаный бушлат на ней был одет и она сказала так она сказала господа иммигранты налево товарищи туристы туристы направо да вот это была первая фраза которой мы и такая комиссарской внешности такая но чисто чисто вот это вот каплан который сейчас время имигранты посадили нас в отдельную комнату и стали делать досмотр документов что выяснилось что половина борта были такие мигранты да это было неожиданно потому что билетов купить было невозможно и доказалось что вообще никого кроме нас ты не доказал что мы хотели все-таки это было аэрофлот так чего вот нас посадили в комнату и что там какая-то суета происходит он был туалет в комнате я не уверен у меня даже такое ощущение что не было это вы не могли бы там 6 7 я не представляю себе но вы посидели весь день в этой комнате мы прилетели часов в 12 а просидели там часов до 8 вечера да может даже и позже потому что мы были совершенно измучены мы были голодные мы были уставшие после перелета а случилось то что они потеряли наши документы да у нас с собой были конверты какие-то они там из этих конвертам уж конверта на сих пор где-то дома лежит а вот они самого конверта потеряю свое потеряли это справки и сказали без этих справок вы дальше не летите и мы были в расстройстве большом потому что нас уже ждали в сан-франциско с индюшкой и мы знали что нас ждут и в общем и долго не виделись с родителями и сестрой со всеми нашими родственниками это там говорят вы дальше не летите и мы везем в мотель какой-то ночевать да мы приехали у нас было истерика жуткая какую-то полный мотель был из наших да да они потеряли не только наши документы но самое смешное если бы это был обычный будний день не праздник на следующий день пошли бы сдали эти анализы и все и не было проблем летели бы дальше но потому что сангиби а сангиби он как бы такой праздник немножко затяжной специально начинается в четверг это 3 4 ноября четверг это все праздную пятницу это называется black friday это когда отсюда огромные силы и ну по тем временам силами из магазина стараюсь что-то ухватить но это был рабочий день не не было правильно не рабочий день вот все ловится в магазина старается что-то купить сегодня все это можно купить онлайн а потом суббота воскресенье такой как бы четырехдневный такой вот маленький отпуск да но и соответственно 7 медицинские учреждения можно было бы сдать эти анализы были закрыты на четыре дня и мы были полностью предоставлены сами себе в общем кругом-бегом наши эпопеи с документами заняла дней десять мы только 1 декабря приехали за франции да то есть это не было задержка на четыре дня а так на хороших десять до на хороших 10 дней но когда в нашем начале если мы очень сильно переживали что как же так там родственники а мы здесь нью-йорке одни-одинешники то потом мы быстренько приспособились нашему положению обзвонили значит родственников знакомых те у кого были знакомые знакомых что такое не были кто кого знал в нью-йорке и начали там тусить за нами приезжали на машине у свечиной сестры ближайшая подруга жила в нью-йорке свете на школьная подруга ближайшая в коннектику на 2 часа и до 2 часа и вот мы с ними в италию ездили пару лет назад вы их видели и они приезжали в гостинице и нам потом так это понравилось у нас уже у нас уже были планы у нас уже были большие планы и тут вдруг нас как по тревоге так буквально там чуть ли не в 9 вечера собирайте чемодан и самолет и все и мы полетели не просто самолета бегом самолет все опаздывает все бегом мы в принципе мы принципе описали эту историю в книжке вот наши да там как она там называется я не помню нюансы там именно с этой истории связаны но мы вот долетели до сан-франциско значит нас друзья здесь встретили вот нас друзья встретили на первое впечатление от сан-франциско это был вечер зимой темнеет очень рано мы друзья в магазинчик там творожку нам надо купить русского да 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 светик мы уже тут ну вот и первое что меня потрясло это совершенно черная дорога которая светилась полосами да вот это совершенно неугладимое впечатление давай давай в магазин мы друзья приехали в магазинчик называется окман маркет я здесь был пару дней назад вот когда за молочком ездил свет у нас простудилась я ездил для малач как за молочком да нет а сейчас нам дочка говорит в этом будете быть творожку купите мы завтра заедем к дочери среди с праздником возьмите творожку русскую вот мы сейчас пришли возьмем творожок вот так друзья 26 лет назад в сэнкс гивен такой же солнечный был день причем уже не в калифорнии а в нью-йорке вот такой же был солнечный теплый день и мы прилетели у нас не было тогда денег на творожки на русские магазины вообще не было денег ну так какие-то символические суммы у нас с собой было четыреста пятьдесят долларов нам поменяли на троих вот мы с этой суммы приехали соединенные штаты ну и вот и так 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 все и началось так что мы пошли за творожком счастливо всех граждане что же я так за творожком то всех с праздником иммигрантов не иммигрантов всех для кого это дата что-то такое значит вот всех с праздником ну ну вот 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 вот